Вы слушаете новости по логистике от IH. 29 марта 2022 года в заголовках мировой прессы. SNBC сообщает, что FIDEX тестирует электрические тележки для доставки последней мили в крупных городах США и Канады. FIDEX планирует протестировать электрические тележки для доставки по своим фирменным экспресс-маршрутам в 10 городах США и Канады в течение 2022 года. Компания надеется, что электрические тележки для доставки помогут решить серьезную проблему, с которой она сталкивается в каждом крупном городе, который обслуживает – отсутствие парковки. Согласным данным MasterCard, в феврале продажи через электронную коммерцию выросли на 86% по сравнению с допандемическим уровнем. Но количество парковочных мест и погрузочных зон осталось в основном одинаковым. Журнал Wall Street сообщает, что небольшие автотранспортные компании сжимаются из-за резкого роста цен на дизельное топливо. Быстрый рост цен на дизельное топливо в этом месяце сдавливает грузовые и транспортные компании их клиентов, а мелкие операторы грузоперевозок с трудом справляются с растущими затратами. Независимые операторы и небольшие флоты больше всего подвержены влиянию цен на дизельное топливо, которые достигли рекордно высокого уровня, потому что у них меньше рычагов воздействия на грузоотправителей, и им труднее сопоставить топливные надбавки с растущими ставками на заправки. «Это было непросто», — сказал Дерек Крузенберри, директор по развитию бизнес-компании «Заголовок Supply & Change Digital.com. Карантин в Китае наносит ущерб поставкам». Project 44. Подход Китая с нулевой терпимостью COVID-19 показал, что в течение целого года не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса, несмотря на то, что на сегодняшний день он убил 6 миллионов человек во всем мире. Китайцы видят в этом триумф автократии над демократией, тогда как Запад просто указывает, что сообщить о чем-либо не означает, что этого не существует. Насколько серьезно карантинные меры в Китае продолжаются сказываться на глобальных цепочках поставок, показал отчет Project 44 специалиста по прозрачности цепочек поставок. В заголовках публикации «Логистика и транспорт» Трансинфо сообщает, что на своей первой полосе «Майерск» полностью уйдет из России и продаст свои российские активы. Письмо, получившее широкое распространение в социальных сетях, было проверено русскоязычной компанией Трансинфо. На сегодняшний день каждый третий контейнер в России принадлежит «Майерск». По данным «Альфа Лайнер», «Майерск» является одним из четырех операторов, которые контролируют 58% российского рынка морских перевозок. В других заголовках «Трансинфо» – как оружие попадает в Украину и что нужно для защиты уязвимых цепочек поставок. Мартину Лютеру Кингу-младшему приснился сон. Президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на Кинга в своем виртуальном обращении к Конгрессу 16 марта 2022 года, сказал, что у него есть потребность. «Вы нужны нам прямо сейчас», – сказал Зеленский американским законодателям. С ноября 2021 года США предоставили три партии военной помощи из собственных складов, хранившихся на базах по всей Европе. TT News.com сообщает, XPO продает интермодальное подразделение компании STG Logistics за 710 миллионов долларов. 25 марта компания XPO Logistics объявила о продаже своего интермодального бизнеса в Северной Америке. Компания STG Logistics расположена в Чикаго поставщику услуг импортной электронной и складской логистики с добавленной стоимостью за наличную цену в размере 710 миллионов долларов. В 2021 году интермодальное подразделение XPO из Гринвича, штат Коннектикут, получило доход в размере 1,2 миллиарда долларов, поскольку оно представляло железнодорожные и брокерские услуги и услуги по перевозке грузов в 48 пунктах с примерно 700 сотрудниками. Заголовок Logistics Manager. Myers развернет 300 электрических грузовиков в партнерстве с Ian Wright. Moller Myers добавит 300 электрогрузовиков к своей сети в Северной Америке, что на сегодняшний день станет крупнейшим запуском электрогрузовиков большой грузоподъемности. Грузовики будут доставлены в период с 2023 по 2025 год для использования североамериканскими складскими и дистрибьюторскими, а также транспортным бизнесом. Грузовики будут эксплуатироваться с использованием цифровой операционной системы для автомобильных грузоперевозок и решений для зарядки. Это была минута новостей по логистике от АЭШ 29 марта 2022 года. Если вы хотите услышать больше глобальных новостей в области логистики, то подпишитесь к нам сейчас и следите за нами в социальных сетях.